Взломщик Запирающих механизмов, которые невозможно взломать, не существует Но для вскрытия одних моделей ворам потребуется всего минута, а с другими приходится поработать не меньше получаса, что существенно сокращает вероятность ограбления Навесные замки – самые уязвимые. Видео в интернете вам покажут, как их вскрыть с помощью обычной скрепки или женской невидимки Но зачем стараться и учить что-то новое, если их можно просто сорвать обычным ломом? Такие замки удобны для гаражей и дач. Квартиры устанавливают накладные или врезные. Но и эти устройства можно взломать силой Здесь у нас представлены цилиндры бытового уровня, которые мы не рекомендуем ставить на входные двери Для входных дверей есть специальные цилиндры со взломостойкими функциями Это защита от перелома, защита от бампинга и подбора ключа механическим способом Усилить защиту таких замков помогут броненакладки. Их не просверлить, не сломать, не выбить Самые сложные для взлома замки – комбинированные. Здесь их два. Первый цилиндровый, простой, и сувальдный Количество сувальд можно посчитать по зарубкам на ключе. Чем их больше, тем надежнее механизм Но и у таких конструкций есть минусы. На замки нужен ключ, а его можно потерять Эту проблему решит цифровой шифр Замки кодовые бывают не только на калитке и на подъезде, а еще и можно поставить на входную дверь К примеру, вот такие вот Вот, например, я когда пыталась попасть к подруге, у нее был на подъезде кодовый замок Я просто подряд все нажимала или смотрела, какой потерт побольше и, ну, как правило, подходила Да, именно так и есть, так часто и получается, что или берут, нажимают все пальцы, ладони и замок открывается С этими, да, а вот с этим замком так уже не получится, тут принцип открывания другой Если тут надо одновременно зажимать цифры, то здесь поочередно Конечно, чем выше секретность запирающего механизма, тем дороже он стоит Но на защите лучше не экономить, ведь от характеристик дверного замка зависит не только сохранность имущества, но и ваша безопасность Дарья Шарипова, Роман Ананьев, Утро нового дня